Всем привет, меня зовут Павел Балов и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сыгранем в... ну не то чтобы сыгранем, сегодня мы с вами посмотрим на игру Mortal Kombat Mobile, которая из Mortal Kombat X Mobile превратилась в то, что мы имеем сейчас. То есть это игра на мобильные телефоны, и она превратилась в совершенно новую игру на новом движке. И открываем пару паков. Итак, я начал играть в эту игру достаточно давно. Тогда было испытание над рептилией у Кракена, а следом за ним было испытание над Джейсона. То есть я вот когда ее начал, и вот. И с тех пор я развивал аккаунт, но забросил ее, наверное, полтора года назад. А тут вдруг вышло обновление. И давайте-ка мы посмотрим, что оно с собой принесло. Во-первых, я не застал... ну еще до того, как было обновление, я не застал... Давайте посмотрим мою коллекцию, вот прежде всего. Давайте отсортируем по атаке. Нет, не то. Да блин. По здоровью. Нет, давайте взявим вот так. И вот так. В угол она не перемещается почему-то, поэтому будем делать вот так. Итак, самый сильный персонаж у меня это Кубудзю Цутаня. И вот такой вот у нас ростер. То есть я вот десятого персонажа прокачал только вот Кана на днях буквально. У меня есть вот эти вот персонажи разные. Китаны День Мертвых. И вот, кстати, одним из нововведений игры стало то, что некоторые старые персонажи перешли в алмазный ранг. То есть это вот Охотник на нежить Джонни Кейдж, Холодная война Соня Блэйд, Темная императрица Китана, Фредди Крюгер, Кун Лао, Китана... Шаукан и был таким. Так. Вот Турнир Кван-Чи, Холодная война Скорпион, Ассасин Джейд. Кто еще у нас тут есть? Темный Император Люкан, он тоже перешел. Он раньше был в Войне Фракции, но я его, кстати, не прокачивал. О чем сейчас жалею, потому что так просто теперь его, видимо, будет нам не вибить. Холодная война Саб-Зиро тут есть. Ронин Кенши, это вот этот вот чувачок, тоже стал. Гора классический он был. Спецназ Скорпион. В основном перевели таких вот редких персонажей, у которых также рандомные... Ну, не рандомные, а наоборот имбовые пассивки. Вот что я хотел сказать. У нас тем временем проведено задание, давайте мы соберем за него награду. Как видите, с добавлением раздела заданий, раньше его не было, нам стало проще фармить души. А души это местная донатная валюта, за которой мы будем открывать паки. Так, у меня никто не поставлен на задание. Окей, давайте мы поставим. Задание требует персонажей, которые не смогут участвовать у вас ни в войне фракции, нигде. Кана мне не нужен, поэтому я им не играю, я его поставлю сюда. Что представляет из себя игровой процесс этой игры? Давайте посмотрим. Игра это обыкновенная таполка. То есть, сейчас мы зайдем в войну фракций. Я в этом сезоне уже набил себе ранг чемпиона. Давайте мы себе поставим сейчас команду и сыграем один бой. Чисто для того, чтобы продемонстрировать, что из себя представляет игровой процесс. Итак, это мы ставим Dream Team. Самое, получается... Я Таню практически не использую, потому что у меня не с кем ее ставить в связку. Ибо в чем суть игрового процесса? Берем одну битву, ставим. Как вы видите, у нас есть разные персонажи. Они разной прокачки, имеют разные показатели. Помимо этого, каждый персонаж имеет собственную пассивку. То есть, вот у нас, например, Джонни Кейдж дает нам при воскрешении противника шкалу силы. Вот. Давайте я продемонстрирую вам игровой процесс. Для тех, кто не знаком с этим. Для тех, кто знаком с этим, можете отмотать на конец ролика, где вы сможете посмотреть уже непосредственно саму распаковку. Сегодня мы будем распаковывать персонажей, на которых я, как вы видите, накопил прилично душ. И паки снаряжения. Вот. Итак, вот это мы просто тапаем по экрану. Бьем персонажа вражеского, Кен Широнина, кстати. И вот видите, внизу у нас накапливается шкала силы. Для чего она нужна? Сейчас покажу. Вот у нас, например, есть вот этот вот удар. Мы бьем Шаокана прямо по его гнездышку. И он скопычивается. У него также стащились силы. Это прием номер два. И он просто вырубает нам Китану темно. И так это было просто, потому что на самом деле я собрал хорошую команду. То есть вот эти вот товарищи, Кен Широнина, Соня Блейд и Джонни, они вполне себе хороши. Таким образом, это вкратце об игровом процессе. Он довольно-таки, ну, заурядный. Это обычно... Опять же, повторюсь, это обычная тапока. Ты просто комбинируешь всякие разные вариации. И суперудары. Все. Здесь у нас магазин воин фракции, но для него у нас нет рубинов. Кстати, в магазин воин фракции добавили классического ярмака. Я просмаркал тот момент, когда можно было его получать, и у меня его нет в коллекции. Но я думаю, сперва докачаю Таню до десятого стояния, чтобы можно было нам уже иметь ее. Что касается... Тут же есть снаряжение, которое можно покупать. Оно достаточно дорогое, но я ни одно не покупал. Оно дает хороший бонус снаряжение персонажам, кстати. Вот. Например, у Джонни Кейджа. У Джонни Кейджа есть... Вот эти вот штуки. Лук-шоу-линия, боевое снаряжение, Алексей Души. Все остальное разбросано на разных персонажах. Вот так вот. Они просто дают разные бонусы и усиляют нашего персонажа для боя. Вот. Все немножко получается сумбурно, но прошу за это прощения. Итак, тут есть испытания для того, чтобы получать персонажей. То есть я уже прокачал себе бараку, пройдя испытания. Буду проходить отбор джейб. Вот тут пять башен. Следующий откроется через 14 часов. Возможно, через три дня я запишу видео. Если это будет достаточно популярным среди людей, то я думаю, мы запишем, как я буду добивать джейд, то есть последнюю башню через три дня. Так же у нас есть один игрок режим битвы. Его я полностью закончил, то есть типа местная сюжетка. Это достаточно муторная тема была. Я запарился и закончил ее в ближайшие сроки, потратив на это энное количество душ. Итак, нам нужно... Что нам нужно? Нам нужно... Тут есть, кстати, добавили интересную штуку еще до обновления. Подвиги. То есть тут можно теперь кастомизировать персонажей путем ему от разблокировки разных победных стоек в конце. Насмешек, значков, фонов и прочего. Вот я бы, кстати, хотел... Вот тут, видите, тут есть персонажи, которых у меня нет. То есть вот это Ханзо Хасаши, потому что я это все пропускал. У меня просто не было в этом. Я еще не сражался. Вот. Новых персонажей завезли всего трое. Это, как вы можете... Могли увидеть на вот этом свернувшемся... Вот, видите? Скорпион, Джейд и Рейден. И все они из МК-11. То есть это вот здесь вот в углу было сейчас. Вот опять снова, видите? Вот где алмазный набор. Вот. И их мы попробуем сегодня выбить. Но сперва... Что еще можно рассказать об игре? Мне игра, в принципе, нравится. То есть я люблю как-то лекционировать всякую штуку. Со старшей версии я знакомый. Я фанат старших версий. То есть... МК-9, МК-10. Я даже Одидциту уже предзаказал. То есть, в принципе... У меня была идея потом как-нибудь постримить сюжетки Мортал Комбатов. С 9 по 10. Типа ранних у меня нет. Вот. Их и не было на ПК. Вот. К чему я? В принципе, это все. Тут есть вот еще башня Шаокана, которая открывает всякую фигню. Типа перков для персонажа. Но ее мы проходить, конечно же, сегодня и не будем. Итак, давайте мы откроем наборы наши. И будем на сегодня заканчивать. Такой вот вкратце сумбурный обзор. Достаточно интересной игры. Я думаю, обновление вернуло ей популярность. Потому что войны фракций достаточно много людей в себя вмещают. И поэтому это... Поэтому вот все так, как оно есть. Так, у нас бронзовый набор еще не открылся. Давайте мы откроем снаряжение. Я, кстати, плохо показал, наверное, своих персонажей. Вот. А, кстати, я забыл вам еще кое-что показать. С какого-то момента времени во всех играх сейчас... Во всех хороших играх стали показывать вот такую вот фигню. Сейчас покажу. Видите? Знак вопроса. И мы можем узнать, что мы можем получить. Молот гнева 2%. Редкая карта снаряжения 15%. Необычная 30%. И обычная 53%. Мы ищем редкие карты снаряжения, потому что молот гнева у нас уже до конца собран. Вот. Так, ну я не вижу уголков, и поэтому, походу, у нас сегодня мы в пролете. Но нас как раз сейчас хватит на еще парочку таких вот паков. Краткая, скажем так, это мысли по поводу игры, краткий обзор. Вот так вот это будет называться. Я напишу это дело в комментариях. Да, не в комментариях, в названии ролика. Оно, конечно, стыдно в 2019 году такую херню заливать. Но, тем не менее, игра хорошая, и мне захотелось сделать на нее ролик. То есть она хорошая. Если вам нравятся таполки, где нужно что-то собирать и гриндить, то, в принципе, этот выбор для вас. Кроме того, здесь есть множество персонажей из... Не только из 10-й части, по которой изначально делалась игра, а теперь еще из 11-й. И из 9-й туда прикочевали некоторые персонажи. Вот. Но не всем. Блин, сегодня нам не повезло. Нам ни хрена не попалось из снаряжения для... Из редкого снаряжения. Но... Давайте, да, попробуем открыть алмазные наборы МК-11. То есть это... Лишь эти паки дадут нам возможность получить алмазного персонажа Скорпиона, золотого Рейдена или Джейд, которых мы и хотим получить. И какой у нас шанс? Шанс у нас достаточно маленький. То есть это либо 3% Скорпион из МК-11, 3% Скорпион... Рейден, 3% Джейд, и 91% это карта золотого персонажа испытания. Вот. Но это, к сожалению, печально. 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 Но что поделать? Нам нужно... Нам нужно что-то делать. Я хочу получить этих персонажей просто для коллекции. Потому что у меня и так... Ну, это достаточно неразнообразная коллекция, как вы могли заметить. То есть это всего лишь... Из редких у меня... Да мало кто. В основном все у всех есть. А, из редких вот... Чернокнижный Кван-Чи падал, но он уже у всех есть. И... В принципе, все это дело... Все вот эти персонажи открывались в испытаниях или еще где-нибудь. Кстати, моим самым первым золотым персонажем в этой игре был Бог Солнца, Котталькан. Как вы видите, я его плохо прокачал. Вот. А, ну вот Рейден, кстати, алмазный редкий. Ну, сейчас все алмазные будут редкими, потому что, мне кажется... Мне вообще не знаю теперь, где их убивать, потому что их просто нету сейчас. Спецназ, кстати, редкий был. Вот. Панк Кесси Кейдж. Ее тоже сделали, кстати, алмазным. Инжастин Скорпион за вход давали. Секретность за вход давали Кесси Кейдж. Так что коллекция у нас достаточно уныленькая, как вы можете заметить. Но, я думаю, я буду играть в эту игру и это дело исправлять. Так. Ну что же, поехали. Попытаем удачу хотя бы здесь. Может быть здесь мы что-то такое интересное получим. Итак, первый пак пошел. Душ у нас и так постоянно много, поэтому, в принципе, можно не жалеть. Сейчас будет несколько карт повышения уровня. Всего одна. Кстати, раньше давали по пять. Две сейчас дали. Ага. Еще три карты нового уровня. И Комбат Кат Джонни Кейдж. Кстати, его у меня тоже не было. Это новый персонаж. Но я бы предпочел Сони. Сони выглядит хотя бы симпатично. Особенно в отличие от той, что нам показали в трейлере МК-11. Вот. Че он нам дает? Плюс 15% к атаке, здоровью, стойкости и лечению для всех персонажей из Комбат Кап в отряде. При попытке смены бойцов соперника имеется вероятность 50%, что они будут оглушены футбольным мечом. Что интересно, я... кроме его и Сони не видел больше никого из Комбат Кап команды. Поэтому... Хорошо, пусть будет. Сейчас его, кстати, и посмотрим, кто он... как он выглядит. Там же можно его покрутить, повертеть будет модельку. Вторая. Второй набор пошел. Посмотрим, кого мы откроем снова. Итак, снова... О! Кого-то мы там сейчас соберем, потому что я вижу уголок. Я вижу уголок. Новый уровень. Новый уровень. И это у нас Сайрекс Триборг. Такое себе, учитывая, что у меня команда Триборгов получается совершенно не разнородной. То есть у меня Триборг самый прокачанный, и все остальные сосут жопу. Итак, третий набор. Надеюсь, что нам больше повезет. Но 9 всего процентов на получение одного из персонажей это такое себе. Это достаточно мало. Я снова вижу уголок, поэтому это кто-то из тех, кто у нас уже есть. К сожалению. Это плохо, но может быть кто-нибудь достаточно редкий попадется. Однако на это рассчитывать не приходится. И мы получаем очередное бешенство Тигра Гора. В принципе, неплохой персонаж, но я им особо не играю. Он, ну, такой... на любителя, скажем так. И у нас последний шанс. Откроем ли мы кого-то или нет? Я надеюсь, что да. Ибо иначе будет это фейловое видео. Хе-хе. А, нет, там кто-то старый. Ну что же, давайте посмотрим, что у нас там. Так, серая рюмидитация, фуфельная карта поддержки для бронзового персонажа, который нам нахер не всрался. И это темный рейден, которого у нас теперь... Который у нас теперь второго слияния. Спасибо, Незер Релм. Но это не то, чего я сегодня ждал. Давайте мы глянем, что там у нас получилось. А получилось у нас, я вам скажу, такое себе. Давайте посмотрим этот комбат кап Джонни Кейдж. Что он? Как он? Это Джонни Кейдж с такой помпушкой, как видите, сзади. Ничего особенного, но сегодня нам не повезло. Возможно, если, опять же, видео будет популярным, если оно вам понравится, то, в принципе, я думаю, мы запишем еще следующий анпакинг и... Но не скоро следующий анпакинг будет, но, тем не менее, башню Джейд, я думаю, мы запишем. А теперь, что я могу сказать? Игра прикольная. Играйте, если хотите, но... Мне нравится. То есть, мне нравится собирать всякую дрянь и тапать по экрану. Игра для аутистов. Как раз мой выбор. Всем спасибо за внимание. Всем спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Видео редкие на нем, но, тем не менее, не совсем качественные, но, тем не менее, иногда в них что-то хорошее проскальзывает. Всем спасибо, кто еще раз за просмотр. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok